Всем добрый день. Добро пожаловать в мое выступление. Меня зовут Иван Лаптев. Я руководитель исследований в Инрия и Vision Labs. И я поговорю сегодня о возможностях и трудностях искусственного интеллекта в области компьютерного зрения. Давайте начнем с того, что определим искусственный интеллект в области компьютерного зрения или просто компьютерное зрение. На этом видео вы видите матрицу из чисел, которые просто получены из видеокамеры и соответствуют тому или иному изображению, которое камера видит. Задача искусственного интеллекта на самом деле заключается в том, чтобы понять, что эта матрица соответствует вот этому видеоролику. И из этих цифр понять, что содержит это видео, какие объекты, сцены, другие действия людей. Это сложная задача. Люди работали над ней на протяжении большого времени. И в недавнем периоде мы видим достаточно существенный прогресс. Сейчас несколько примеров покажу вам для иллюстрации. Вот видео, где недавно, свежая модель распознавания образов используется. И, как вы видите, около 9000 различных объектов она распознает. Дело тут достаточно неплохо, как вы видите. Вот еще один пример, который недавно как раз вышел, когда с обычным видео, RGB-видео, без каких-либо дополнительных данных, разметки, метаданных, алгоритм не только определяет людей, но и описывает их позы на расположение конечности в реальном времени для очень сложных сцен, таких как эта. Вот еще один пример, довольно популярный. Вы, конечно, знаете, наверное, о нем. Дипмайнд победил мастеров ГО в 2017 году. И, очевидно, это очень сложная задача, которую долго решал искусственный интеллект. И это не пример из области компьютерного зрения, но, тем не менее, сложность иллюстрирует хорошо сложность алгоритмов, которые мы используем для того, чтобы решить задачи, в том числе и компьютерного зрения, когда, например, доска с помощью такой конвуляционной запутанной нейросети представлена, и это противоречит тем стандартным, является, вернее же, стандартным на данный момент. Вот эти все примеры, они появились совсем недавно, особенно эти три, которые я вам показал. Они с 2017 года, и в то время появилось довольно много интересных, важных работ. Хотелось бы, наверное, понять, что произошло, откуда такой прорыв, и, конечно же, что произойдет дальше. Чего мы должны ждать с точки зрения технологий и их применения в ближайшем будущем, или, может быть, в отдаленном будущем. Для того, чтобы взглянуть в будущее, неплохо, как правило, посмотреть в прошлое. И давайте начнем вот с чего. В ранние дни компьютерного зрения, которое родилось как проекты в MIT в 60-е, люди быстро поняли, что эта задача гораздо шире одного маленького летнего проекта, и с тех пор большое количество исследований было посвящено. Задача поначалу воспринималась достаточно просто. Были простые алгоритмы, первые нейросети, которые, на самом деле, были просто алгоритмами. Эти технологии были созданы в 1957 году. Это известный алгоритм перцептрона. Затем в 90-х появились конвалиционные или спутанные нейросети, и они смогли распознавать уже более сложные вещи, такие как цифры или символы. И затем началось применение этих технологий, и уже более в позднем периоде, в 2012-м и позже, произошло следующее. Почти все алгоритмы остались теми же самыми, но у нас появились более мощные компьютеры, особенно графические процессоры и карты, которые мы начали для этого использовать. И это все совпало с тем, что эти компоненты дали возможность для такого быстрого прогресса, который проник в большое количество приложений, начиная от самоуправляемых автомобилей, обработки медицинских изображений и других областей, в которых компьютерное зрение используется. Давайте немного посмотрим под капот, что внутри этих нейросетей происходит, которые сейчас работают на выполнении этих задач. Каковы компоненты этих методов? Конечно, сама нейросеть, но и в ней происходит большое количество работы для того, чтобы лучше создать представление о том объекте, который распознается. Но помимо самой нейросети, есть также важные компоненты. Это данные, вычислительная мощность и, очень важно, надзор или наблюдение. В данном случае, видите, вы справа видите картинки, аннотированные с регионами, где объекты располагаются. И, конечно, такое обучение, такая супервизия очень дорого обходится в обучении моделей. И для того, чтобы создать достаточно полный датасет, в котором большое количество различных объектов, вам нужно очень много картинок, очень много размеченных данных. Соответственно, это обучение с подкреплением называется. И в соответствующих датасетах, например, популярных, в виде CMS COCO, например, 80 категорий, 328 тысяч картинок. И потребовало около 60 тысяч часов человеческого труда для того, чтобы разметить все эти картинки. Но по сравнению с тем объемом, который вы хотели бы распознать, это очень небольшой объем. И эти категории объектов совершенно недостаточны для того, чтобы, например, если вы хотите действительно всерьез заниматься компьютерным зрением. Поэтому ручная разметка, конечно, является бутылочным горлышком и проблемой. Зачастую возникают вопросы, можно ли вообще аннотировать соответствующие картинки или видео. Вот примеры, где можно задать этот вопрос. На YouTube сотни тысяч лет видео загружаются каждую неделю, и аннотировать все эти видеофрагменты вручную совершенно невозможно. Масштабировать эту аннотацию не представляется реалистичным. Поэтому есть такие также области деятельности, как, например, реконструкция 3D-объектов. Есть определенные ограничения, связанные с возможностью вообще использования камер и понимания, что происходит на сцене. Поэтому если вы хотите добиться действительно реалистичных, точных данных о видео, то ручная аннотация не подходит. Для роботизированных применений также нужны компьютерные зрения. И в этом случае это не задача распознавания образов, а задача распознавания действий, поскольку вам нужно приводить в движение роботов для выполнения различных задач. И здесь встает вопрос о том, какие должны быть силы применяться. То есть здесь в данном случае ручная аннотация просто невозможна. Для того, чтобы подвести некоторый итог нашей обзорной части, я бы хотел сказать, что да, наши технологии действительно очень мощные. Они показали огромный прогресс и достигли больших успехов как с точки зрения эффективности работы алгоритмов, так и с точки зрения качества данных. Поэтому в будущем мы, безусловно, ждем, что вычислительные мощности вырастут. И у нас будут более интересные архитектурные решения. Ручная разметка, безусловно, будет бутылочным горлышком, будет расти медленнее, поэтому будут такие какие-то обходные методы требоваться. Поэтому мое исследование касается как раз задач компьютерного зрения, работающих с минимальным надзором, с минимальным подкреплением. И три направления моего исследования как раз представлены здесь, в этом докладе. Я не смогу, конечно, обо всех о них вам рассказать, но я особенно сфокусируюсь на аннотации видео. И на том, как делать это без какого-либо внешнего вмешательства. Давайте погрузимся в эту работу. Она была представлена в 2020 году на CVPR. Это совместная работа Илья и DeepMind. И отправной точкой для нашей работы были данные вот, например, такие обучающие видео. Вы, безусловно, их встречали многократно, пытаясь, например, изучить то, как можно поменять колесо. Вы можете, конечно, посмотреть в инструкцию. Однако сейчас гораздо проще. Вы просто вбиваете в интернет, и тут же огромное количество видео, на котором люди показывают вам, как делать то, что вы хотите сделать. И они не только это показывают, они еще говорят об этом, поэтому есть также соответствующий текст. И мы работали над анализом, над тем, чтобы использовать эти данные для того, чтобы системы компьютерного зрения смогли понять, что происходит на видео. И очень важным моментом было то, что помимо самого видеоряда, мы хотели использовать также комментарии, звук. И вы видите, что, конечно, мы работали не только с одной задачей, но с разными задачами. И мы хотели использовать эти данные, хотели использовать речь, комментарии для того, чтобы понять, что происходит на видео. Масштаб данных может быть очень большим. По какой-то причине люди выкладывают огромное количество видео по тому, как что-то делать. Вряд ли для нас, для исследователей в области компьютерного зрения. Поэтому нам просто достаточно здесь получить большой объем. Несколько студентов с помощью Вики Хау, которые описывают большое количество разных задач. И просто получив названия соответствующих задач, которые мы автоматически получили, мы смогли найти на YouTube больше миллиона видеороликов, из которых нарезали короткие такие клипы, 136 миллионов. И, соответственно, сгенерировали датасет, состоящий из не только вот этих видеоклипов, но и текста, который идет за кадром. Ну и, как вы видите, разделение задач. Очень много задач по готовке, по кулинарии, образованию, здравоохранению, хобби. И мы не применяли никакую ручную аннотацию. Получили очень-очень большой датасет. Как вы видите, он примерно в тысячу раз больше, чем остальные датасеты. Они, все предыдущие датасеты, были аннотированы вручную. Мы этого не применяли, только автоматическая аннотация. И, соответственно, давайте посмотрим, что мы можем сделать из этих данных. Очень простая задача. Люди, работающие над компьютерным зрением, и задач, связанных с опработкой естественных языков, они видят, что вы можете, безусловно, в пространстве свойств, в общем пространстве свойств между видео и текстом работать. Они между собой связаны, и видео и текст от других видео не связаны. С ними будут далеко в этом пространстве. Это достаточно стандартная задача совместного обучения между видео и языком, и обработкой языка. И в этой архитектуре ничего нового, конечно, нет. Но здесь важной проблемой является то, что... И, кстати, можно проиллюстрировать, что вот эти, собственно, тексты закадровые, они не вручную натеряны, они просто напрямую связаны... Не напрямую связаны с видео, потому что люди могут делать какие-то вещи и показывать какие-то вещи, одновременно с этим, говоря о чем-то другом. Например, в данном случае мы видим, что объекты или действия, которые присутствуют на видеоролике, они произошли до того или после того, как они были сказаны. Нам приходится обрабатывать эти неточности, совпадения, и за счет вот такого контрастированных потерь при обучении мы берем все комментарии, все закадровые тексты и ассоциируем только... Постанавливаемся ассоциировать только правильные с видео, а неправильные фильтровые. Для того, чтобы это реализовать, мы используем метод контрастированных потерь, который динамический, который отличается от статического, потому что мы суммируем все возможные, все множество закадрового текста. G — это, собственно, текст, а F — это видео. И вот этот достаточно простой метод дает нам возможность на больших масштабах отфильтровывать неверные пары и концентрироваться только на правильных. Конечно, нет возможности погрузиться. Все детали, они в докладе изложены. Например, для некоторых пар видео и несоответствующего текста мы видим, что мы получаем любое количество отрицательных значений. Еще одна задача, довольно стандартная. У нас есть архитектура обработки текста, мы используем 3D-CNN для видео, мы в линейной обработке. Никакую заранее обученную сетку мы не используем здесь, поэтому в качестве результатов что можно показать, что обучение на нашей масштабных датасетях наша сеть показывает точность гораздо выше, чем на остальные методы, обученные на уже размеченных, подкрепленных данных. Здесь есть несколько методов для двух датасетов и их результаты. И по большому простору различных вопросов, задач, проблем на большом масштабе неразмеченные данные с нашим методом работают гораздо лучше, чем методы, которые были обучены на меньших объемах, но размеченных данных. И это довольно важный момент, который вы видите во всем пространстве искусственного интеллекта, потому что очень сложно учиться из шумных, шумной разметки. А в нашем случае мы можем... Это неплохо получается из-за того, что мы компенсируем потери, и у нас гораздо больше, гораздо больше объем данных. Поэтому этот объем данных, он, конечно, снижает уровень шумов и ошибок. На этом видео основные результаты того, что мы можем сделать, например, где я могу написать что угодно, и, например, смотреть на вот этом датасейте по готовке, по кулинарии. Как вы видите, здесь очень интересные детализированные задачи, запросы, очень специфические объекты объекты можно здесь указывать, мы их все рассматриваем и обрабатываем. И предобученные модели также доступны. Если хочется попробовать с ними поработать, пожалуйста, вот адрес, на котором можно протестировать ту демо, которую я сейчас показал. Предобученные самые современные модели там тоже интегрированы. Поэтому если что-то вы хотите с пониманием видео, использование этих предобученных моделей, конечно, хорошее упражнение для начала. И суммируя то, о чем я сказал раньше, давайте вернемся на слайд. Такой обзорный слайд. Как я сказал, мы ожидаем большого прогресса в ручной разметке, и можем ее избежать с помощью того направления, которое я показал. Мы верим, что оно очень продуктивное, и вы видите, что мы ожидаем, что больше подобной работы, больше подобных моделей и работ будет, проектов будет создаваться в этой области. Спасибо большое за то, что послушали мой доклад. Субтитры создавал DimaTorzok